Можно смело готовить купальники и плавки. Запорожские пляжи на 99% готовы к открытию сезона. А 1 июня традиционно будут подписаны паспорта санстанцией. По крайней мере причин для их неподписания пока нет, уверяют городские власти. В этом убедился первый заммэра Дмитрий Свиркин. Лично приехал на центральный пляж. Там работа в самом разгаре. Смотрим. На двух городских пляжах, правобережном и центральном, подготовка к открытию сезона началась еще в феврале. Отмечают в КП «Титан». Уже прочищено дно, установлены ограничительные буи, покрашены раздевалки, лавочки и урны. Демонстрируют свою работу коммунальщики. Работают ногомойки и фонтанчики. В этом году мы устанавливаем три новых теневых навеса. Сверху будут покрыты сеткой, которая пропускает 80% солнечного света. И будут уложены плитки в количестве тысячи штук, по которым можно будет ходить в обуви, чтобы не набирать песок. Мы ведем работу для все-таки покупки пляжеуборочной машины. Я думаю, что мы должны ее в этом году наконец-то купить. Еще одно новшество – освещение пляжа. За это возьмутся специалисты КП «Запорожгурсвет». С точки зрения вандализма, я знаю, что одна треть пляжного оборудования точно страдает за сезон, и его уже не подлежит восстановлению. На посту у нас круглосуточное ждетство. Да, конечно. Да, и в случае освещения той самой территории у нас это действительно, как и в целях безопасности людей, если у них будет решение или желание ночью купаться. Когда бы не захотелось искупаться, на дежурстве будут пять таких новых катеров. Куплены они на бюджетные деньги. Каждый стоит 260 тысяч гривен, отметил первый зам мэра. В полной готовности к открытию сезона и запорожские спасатели. Глаза готовится к спуску. Готовность к спуску. Вот эти готовятся, да? Да. Эти двое готовятся к спуску. Готовность к спуску, время до шестой минуты. Все полностью отливают. Да, оборудование на себя. И через шесть минут должны быть волейбольные. Да. Тоже все подготовлены для поведения неотложных мероприятий медицинских. Для любителей спорта на центральном пляже оборудованы несколько волейбольных и одна футбольная площадка. По завершению проверки ревизоры обнаружили. Контейнеры, которые находятся возле набережных кафе, оказались переполнены. Предпринимателям настоятельно порекомендовали объединиться и решить эту проблему.